В Казанском федеральном университете прошло первое заседание ученого совета в этом учебном году. Повестка дня представлена на экране. Первый вопрос у нас в конкурсный отбор претендентов на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-проподавательскому составу. В Казани пройдет сентябрьский турнир по фиджетал-играм. Универ ТВ ищет таланты. С 10 по 12 октября в шоуруме будем проводить большое мероприятие. Оно будет посвящено как десятилетию Универ ТВ и будет такой своеобразной экскурсией для первокурсников. Всем привет! В эфире Универ Ньюз о студии Анна Климина. В Каире, Анкаре и Тегеране стартуют курсы для абитуриентов Казанского федерального университета. Иностранные абитуриенты из Египта, Турции и Ирана получат возможность готовиться к поступлению в ВУЗ, не покидая свои страны. С текущего учебного года подготовительный факультет КФУ запускает специальные программы по русскому языку и другим общеобразовательным предметам на базе вузов-партнеров в столицах этих стран. Обучение будут вести сертифицированные преподаватели, прошедшие программы повышения квалификации в КФУ по методикам, разработанными преподавателями вуза. Регистрацию на подготовительные курсы в Каире, Анкаре и Тегеране уже открыто на сайте подготовительного факультета. Первое заседание ученого совета в этом учебном году. Что было на повестке дня, смотрите далее. Ректор Казанского Федерального Университета Ленар Сафин провел свое первое заседание ученого совета. Ректор традиционно поприветствовал членов совета, а после приступил к актуальным темам, которые осветил в повестке дня. Повестка дня представлена на экране. Первый вопрос у нас – конкурсный отбор претендентов на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу. Второй вопрос – представление и присвоение ученых званий. И третий вопрос – о выдаче дипломов доктора наук, кандидата наук в Казанском Федеральном Университете. Далее заседание вел председатель ученого совета КФО Дмитрий Таюрский. Также участники заседания приняли решение о выдаче дипломов доктора и кандидата наук. Напомним, что решение принимается на основании резолюции диссертационного совета о присуждении ученой степени кандидата наук или доктора наук и заключения, представленного аттестационной комиссией Казанского Федерального Университета. У нас есть две комиссии. Первое слово – представляете представитель аттестационной комиссии Казанского Университета по гуманитарному направлению профессору Фахурдинову Раиле Равиновичу. Раиле Равинович, пожалуйста. Спасибо. В блоке «Разные» члены совета проголосовали за создание диссертационных советов, действующих на постоянной основе по ряду научных специальностей на базе Института математики и механики имени Лобачевского, Института фундаментальной медицины и биологии на базе Института экологии и природопользования. Кто за то, чтобы открыть в Казанском федеральном университете пять представленных диссертационных советов по социалистичным специальностям? Кто за? Против? Воздержались? Единогласно. Спасибо, коллеги. Напомним, что с 1 сентября 2017 года Казанский федеральный университет получил право создавать на своей базе советы по защите диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук, определять и измерять составы этих советов, устанавливать их полномочия, определять перечни научных специальностей и многое другое. Отметим, что всего в составе диссертационного совета должно быть не менее 10 человек, из них сотрудников КФУ не менее половины. Также по каждой специальности не менее пяти докторов наук, в том числе не менее трех докторов наук сотрудников вуза. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Андрей Богудинов, Универньюс. Российский «Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация перейдут на расчеты в рублях и юанях. Чем обусловлено такое решение и что это значит для российской экономики, расскажет Карина Саяхова. Во вторник в рамках Восточного экономического форума 2022 в режиме видеоконференц-связи состоялась рабочая встреча председателя правления публичного акционерного общества «Газпром» Алексея Миллера и председателя совета директоров Китайской национальной нефтегазовой корпорации «Дай Хауляна». В ходе встречи были подписаны дополнительные соглашения к долгосрочному договору купли-продажи газа по восточному маршруту. Россия и Китай перешли на расчеты в национальных валютах. Их доля в двусторонней торговле продолжает увеличиваться. Ровно так же, как и спрос на китайскую валюту и объем сделок с юанем на бирже. Решение перейти на расчеты в рублях и юанях между Китаем и Россией является, безусловно, положительным. И принято оно было исключительно в связи с тем, что расчеты в валютах недружественных стран, в первую очередь в американских долларах, в евро, стали опасными для рассчитывающихся сторон. Расчеты в рублях и юанях не могут быть приостановлены, задержаны, заморожены или арестованы в третьих странах. Тогда как расчеты в долларах, евро или иных валютах проводятся через банки стран-эмитентов. Большинство из них являются недружественными по отношению к России и Китаю. Именно поэтому счета в их валютах в любой момент могут быть заморожены. Данное решение, безусловно, является положительным. Оно способствует безопасности международных расчетов и избавляет от зависимости от недружественных финансовых организаций и стран. Напомним, что ранее «Газпром» прокачал рекордный объем природного газа в Китае по газопроводу «Силы Сибири» в течение одних суток. О росте экспорта в Китай также сообщалось 1 и 15 июля. По данным компании, поставки российского трубопроводного газа в КНР за 6 месяцев 2022 года выросли почти на 64%. В новом IT-парке прошла пресс-конференция в формате публичной встречи со специалистами в области фиджитал. О концепции игр и о дисциплинах, которые будут представлены в Казани, вы сможете узнать в следующем сюжете. В столице Татарстана в период с 18 по 24 сентября 2022 года пройдут первые фиджитал-игры по дисциплинам фиджитал-футбол, фиджитал-баскетбол, битсейбер, VR-игра, в которой участнику нужно разбивать геометрические фигуры под музыкальный ритм и набирать очки, и гонки дронов. Фиджитал-игры состоятся на территории Международного выставочного центра «Казань-Экспо». Турнир станет тестовым мероприятием в преддверии инновационного масштабного события «Игры будущего», которое пройдет в 2024 году в Казани. Это шаг в будущее, 100%, это и называется «Играми будущего». Поэтому хотим, чтобы у нас все получилось. И вот важно для нас в этом сезоне, в этом году провести тестовые мероприятия, опробировать все инновации, которые мы хотим сделать совместные, и сделать очень хорошую, в том числе и телевизионную картинку. Это тоже такая инновация для нас. Как правильно это все показать, это я говорю не просто про телевизионный экран, а в целом организовать очень достойную, очень понятную трансляцию вот именно вот этого фиджитала. Потому что по классическим видам у нас приблизительное понимание есть, как это может происходить, а именно вот такой микс мы будем делать впервые. Фиджитал-спорт – это новое направление, которое приходит к нам с веком цифровизации. Символично, что именно в год цифровизации в Татарстане Казань принимает эти соревнования. На сентябрьском турнире представлено 4 дисциплины. Каждая из них соответствует концепции фиджитал, то есть соединяют в себе физическое и цифровое начало и заставляют спортсмена проявить как спортивную подготовку, так и технические и цифровые навыки. Например, если люди играют в доту, они после этого выходят в физическую площадку и на той же самой подложке, как будто они в игре, в компьютерной игре находятся, они тоже выполняют определенный набор спортивных, назовем это квестом, то есть определенная физическая активность, которая логическим образом отзеркаливает ту гиперспортивную активность, в которой они только что побывали. И наоборот. Сентябрьские и ноябрьские турниры – первый шаг на пути к организации масштабного международного события «Игры будущего» 2024 года. Это первый тест привязки к местности. Спортсменам-участникам предстоит попробовать фиджитал-спорт в деле, организаторам учесть все тонкости, чтобы сделать соревнования зрелищными и понятными для болельщиков. Это не просто новый формат, это новая спортивная история. Алина Красильникова, Фариза Хитуглы, Универ Ньюс. Молодые, артистичные и ответственные – именно такие люди нужны студенческому телеканалу. Когда пройдет кастинг на роль ведущего новостей, узнаете в сюжете. В этом году первый и на сегодня единственный в России круглосуточный университетский студенческий телеканал «Универ ТВ» отмечает свой юбилей. За 10 лет непрерывной работы он стал стартовой площадкой для многих операторов, корреспондентов и ведущих программ. Выпускники нашей редакции уже готовят речь для мероприятия. С 10 по 12 октября в шоуруме будем проводить большое мероприятие. Оно будет посвящено как десятилетию «Универ ТВ» и будет такой своеобразной экскурсией для первокурсников. Будут проводиться мастер-классы. Планируем также научно-практическую конференцию. Это все пока предварительный план мероприятия. Возможно, будут викторины, какие-то конкурсы для студентов. В принципе, активности. Также поговорим с представителями медиа-центров университета. Это студенты, которые также на добровольных началах делают какой-то свой контент. Поговорим со студенческими организациями вообще, как построить взаимодействие с телеканалом, насколько это сложно прийти и что-то сделать авторский контент. Одной из ведущих программ телеканала остается «Универ Ньюз», где в роли ведущих и корреспондентов выступают студенты Казанского университета. Параллельно с остальными мероприятиями 10 октября пройдет и кастинг на роль главного лица новостей. Во-первых, тебе необходимо подать заявку в личное сообщение ВКонтакте нашего паблика. Ну и следом за этим дождаться одобрения. Да, мы тебе обязательно ответим, напишем твой порядковый номер и запишем тебя на определенную дату, когда тебе надо будет подойти сюда, в большую студию, где уже непосредственно со мной и с моими коллегами пообщаемся лично, где ты мне расскажешь о себе «Кто ты, что ты», проведешь небольшую творческую самопрезентацию на 20-30 секунд, ну а следом за этим прочитаешь всего небольшую подводку с суфлера. Я уверен, у тебя это классно получится. Подробная информация о времени кастинга и программа мероприятия появится позже. Следите за подробностями в социальных сетях и на сайте Универ ТВ. Алина Красильникова, Ариадна Кугушева, Александр Кузнецов, Универ Ньюз. Третья курсница Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета Талия Зинатова получила грант в размере 350 тысяч рублей на реализацию проекта «Экофест». Она стала победительницей Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц, который состоялся в рамках второго этапа Всероссийского молодежного экологического форума «Экосистема» в Камчатском крае. Экосистема «Заповедный край». На этом все. В студии была Анна Климина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!